Департамент городского хозяйства мэрии Козылов сообщает о приеме заявок от собственников недвижимости на получение финансовой поддержки при исполнении расходного обязательства, возникающего при приобретении и установке газового котла для отопления жилого дома. Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соотношении не выше 70% и не ниже 30% за счет средств местного бюджета и финансовых средств собственников соответственно. 30% берет на себя собственник оплаты, остальное принимает на себя мэрия. Из расчета, если помещение 360 квадратных метров, ориентировочная стоимость оборудования с установкой порядка 990 тысяч рублей. 30% это составляет около 300 тысяч рублей. То есть, собственник должен заплатить 300 тысяч рублей, ему будет установлено данное оборудование и запущено. Более подробную информацию по критериям отбора получателей финансовой поддержки в виде субсидий и по предоставлению необходимых документов можно получить в 216 кабинете мэрии Козыла. Подготовить пакет документов, необходимый для этого, значит, выехать на место, определить со специалистами, выехать на место, есть ли возможность установки газгойлеров, то есть резервуаров, которые должны соответствовать требованиям. То есть, данные резервуары должны находиться на расстоянии не ближе 10 метров от зданий, от построек различных. Чтобы не было вблизи проложено сетей теплоснабжения, электрических сетей, то есть есть ряд требований. Если всем требованиям соответствует, пишется заявление, и уже заключается трехсторонний договор непосредственно между департаментом городского хозяйства, с собственником жилья и той организацией, которая будет устанавливать. Напомним, что в Козыле в зимний период отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Значительный вклад в усугубление ситуации вносят частные дома на печном отоплении с угольным топливом, количество которых с каждым годом прирастает. Власти города приняли ограничения в градостроительной политике столицы. Сделав акцент на многоэтажное строительство, обратились в Минприроды ТУВ и Роспотребнадзор, имеющих данные полномочия для усилия надзорных функций. В правительстве республики рассматриваются инициативы по производству брикетного топлива.